Ваши зеркальные нейроны, я думаю, работают хорошо. Вы знаете, что это такое, да? Вы знаете, что человек отражает у себя внутри все, что он видит. И несколько лет назад были открыты нервные клетки, так называемые зеркальные нейроны, которые за это отвечают. Еще в далеком 1930 году ученые выяснили, что когда человек смотрит, например, оперу, то у него в тех же мышцах, что у балерины работают, возникают электрические имбурсы. Вы, наверное, знаете это ощущение. Вот смотришь и кажется, вот я так могу, сейчас приду попробую. Ну, потом получается по-другому. Когда мы слушаем оперу или пение любое, в мышцах шеи, гортани, возникают те же электрические импульсы. Никак не могли понять ученые, почему это происходит. Для того, чтобы человек обучался. Да, а механизм объяснили совсем недавно. Выяснилось, что есть такие специальные зеркальные нейроны, которые отражают. Поэтому вы можете смотреть на меня, и у вас будут, может быть, те же мышцы, опять же, работать. Вы можете смотреть туда на экран и, может быть, ощущать ту же энергию. Когда мы смотрим спорт или что-то другое, где люди двигаются, тогда мы просто заряжаемся энергией. И это самое простое. Можно сказать так, что энергия передается на расстояние. Да, это так. Но даже если вы просто наблюдаете за тем, что происходит, и вам это нравится, вот это первый способ, самый простой способ свою жизненную энергию усилить. Смотрите на то, что вам нравится. Не обязательно даже мысленно это делать вместе с тем же человеком, который там это исполняет. Вы, наверное, знаете людей, которые очень бурно переживают за какие-то спортивные события. И переживают они в основном сидя на диване, может быть, даже с пивом или как-то. Но они действительно это чувствуют. Они действительно вот там мышцы работают. И лежать на диване и смотреть хоккей лучше, чем просто лежать на диване. Так что имейте в виду. Если кто-то из ваших близких это практикует, имейте в виду, это такой вот пассивный спорт. Китайцы бы сказали им. Об этом чуть-чуть позже. Вы можете представить себе, что это происходит с вами, и ваши мышцы тоже начнут работать. Но самое главное, что жизненной силы у нас много внутри. Мы еще об этом не знаем, но она потенциально уже у нас. Поскольку я практикую китайскую медицину и применяю ее, чтобы лечить людей, я лечу людей, да. Особенно тех, у кого болит спина, болят суставы. Что-то не в порядке с нервной системой или с душой. И после того, как человек перестает жаловаться, тогда очень бы хорошо, чтобы он продолжал эту практику здоровую. Потому что, как вы думаете, здоровье это важно? Конечно. Конечно, все отвечают. Да, да, да. Кто из вас хочет иметь хорошее здоровье? Все. Наверное, да. Вы даже руку поднимаете. Это движение, это хорошо, это правильно. Вы знаете, на самом деле, в моей практике, а я работаю врачом уже 33 года, такая цифра такая интересная. Я заметил, людям нужно не здоровье, им нужно хорошее самочувствие. Болит. Пришел или пришла. Сделали, чтобы не болела. Все, дальше нет времени. Извините, часто так бывает. У нас назначена очередная консультация. Звонит человек или пишет, извините, к сожалению, сегодня прийти не могу, у меня очень важная встреча там. Вот и все. Значит, стало лучше. Я знаю. Ну и хорошо, слава Богу. Потом вы придете еще. Но нам же, врачам тоже надо на что-то. Поэтому и... Но я, как всякий мужчина, я ленив. И поэтому я хочу, чтобы люди лечились сами. Поэтому я написал несколько книг. Поэтому в прошлом году меня официально назвали писателем. Нет, такой еще начинающий писатель. У меня только 8 книг пока учил. Книги о том, как чувствовать себя лучше, как с собой работать. Есть на русском, есть на латышском. Здесь их, не знаю, издалека видно или нет. Сила мысли о том, как прийти в равновесие, успокоиться. И сила жизни, как себя тренировать, заниматься улучшением своей жизненной силы. Или ци, как говорят китайцы. Чем мне нравится китайская медицина? Ей 5000, а может даже больше лет. И там уже многое проверено. Проверена практикой, действительно работает. И они говорят, вот у вас внутри есть ваша жизненная энергия. Она уже есть у вас. Ее надо только активизировать. Где она находится? Они говорят, в районе почек, нижней части живота. Китайцы это называют нижний дантянь. В индийской традиции это называется несколько по-другому. Но это не важно. Оно там находится у нас. Вот этот самый живот. Вы знаете, я действительно люблю простые вещи. И сколько я практикую цикл, я практикую его 23 года. Я сначала тоже изучал какие-то очень сложные техники. Или мне говорили, вот это очень старая, старинная техника. Ей 7000 лет. Ее никто не знал раньше. И только сейчас она вышла в люди. У меня сразу вопрос. А ее вообще проверили? Она годится ли? Что ее никто не знал. Лучше я беру те, которые знали все. И которые применяются и в народе, и в лечении, и так далее. Сейчас мы активно применяем цигунов, онкология. Уже примерно год для лечения тяжелых онкологических пациентов. И надо сказать, очень хороший результат. Но жизненная сила, вот она у вас есть. Иногда люди говорят, я хочу подзарядиться энергией. Это правильно. Потому что если нет у вас энергии, нет силы жизни, вы не можете ничего делать качественно. Здесь говорили о том, что правильно сконцентрироваться. Часто говорят об этом. Правильно сформулировать свое желание, например. Или мечту. И она сбудется. Она не сбудется, если у вас нет силы жизни. Потому что вам ее просто не дадут. Не справитесь. Помните, несколько лет назад по телевизору показывали семью из России. Простые люди, которые случайно выиграли миллион. Они через год спились. У них не было силы для того, чтобы освоить этот капитал. А у вас эта сила есть. Давайте сейчас с ней поработаем немножко. Я говорю, что очень просто. Даже, как говорят, неинтересно. Ничего эзотерического я вам не обещаю. Потому что слово эзотерика означает тайное знание. Имейте в виду. Поэтому, когда я вижу вывеска «эзотерические книги», это нонсенс. Не бывает. Это так же быть тайное знание. Это нужно ехать куда-то в горы, желательно в какой-нибудь Тибет или Тяньшай. И вот там найти, там на высокой горе, на высоте 5000 метров, находится монастырь, в котором живут три монаха. Они живут очень далеко. Они практикуют цигун, и они живут 180 лет. Вот они знают тайное знание. У них есть тайная книга на тайном языке. Это если знают только они. И человек говорит, да, я хочу выучить этот язык. Монахи говорят, да, знаешь, если я передам этот язык тебе, я должен умереть, потому что больше трех людей в мире не должно знать этот тайный язык. И тогда человек получает тайное знание. И потом очень долго добирается назад и приходит сюда, и начинает освещать себя и других. Вы знаете, это интересно, наверное, так звучит. На самом деле все гораздо проще. Серединка вашей ладони. Самая магическая... Ой, я магическая. Ну ладно. Самое сильное лечебное советское инструмент. Серединка вашей ладони. Лаугун. Дворец труда. Ну просто. Часто ли вы делаете такой массаж? А вы знаете, что на руке отражаются все точки. Всего тела человека. И на ноге тоже. На стопе. Но сейчас технически стопу у нас массировать нам тут будет сложно. Но в принципе... С какой интенсивностью вы готовы? Во-первых, с улыбкой. Вот то, что я практикую, называется солнечный тигон. Тайянгу. Тайянгу. И мы везде применяем улыбку. Мы представляем, что та часть тела, с которой мы работаем, она улыбается. С интенсивностью, с такой, чтобы было приятно. Чтобы это был не массаж, вообще любой массаж, любое воздействие на тело человека, лучше, если оно проходит не как массаж, как лечение, лечение больного. Лечит больного. А как минимум ласка. А может быть что-то еще большее. Ваши руки встречаются. Улыбаются друг дружке. Представьте, что улыбаются. Рука не может улыбаться, если вы сами не улыбали. Если у вас серьезное лицо, как будто государственный чиновник рассказывает вам, какой у нас дефицит бюджета. Улыбаться надо. Потому что здесь, ну вы же знаете, здесь находятся нервные рецепторы, соединенные напрямую с центром мозга. С теми центрами мозга, которые отвечают за производство гормонов счастья, эндорфинов. Хотите чувствовать себя лучше? Поднимите вверх, поднимите уголки губок. У вас получается? Не бойтесь. Некоторые женщины сразу говорят, у меня же будут там морщины тогда. Я даже знаю женщин, которые стараются вообще лицо неподвижно. Она даже смеется так. Я знаю, да. Она научилась. Она же абсолютно. А иначе будут морщины. Вы думаете, вот это кому-нибудь интересно? Это же клубок. Ну, ей нравится, это не важно. Может быть, еще кому-то нравится. Улыбка. Что происходит в это время с мозгом? Когда мы представляем, что какая-то часть тела улыбается. Подождите, подождите. В одном направлении, потом в другом. А в другом сложнее, правда? Да. А вот вы представьте, что вы этой рукой массируете ту руку. Сначала вы массируете левую руку правой. Или если у вас левая ведущая, то наоборот. То есть сначала ту, которая проще. Совсем просто. Теплее стало? Да. Потому что эта зона, эта точка связана с головным мозгом, языком, сердцем и тазовыми органами. То есть та энергия, которую мы называем сексуальная или творческая, она активизируется. Очень просто. Не забывайте. Но улыбка. А теперь животик. Живот ниже пупка. Но здесь сложно, там пояс мешает. И тогда выше пупка. Просто живот. Живот один из главных центров нашей энергии. Во-первых, китайцы его называют Нижний Даньтянь. Там усваивается пища, там приходит энергия Земли. И вот тут мы еще одно понятие будем. У нас есть своя жизненная энергия, а есть энергия вокруг нас. Мир полон ею, вообще этой жизненной силой. Только бери. Энергия неба. Энергия Земли. Энергия неба активная, греющая, инициирующая, вдохновляющая. Мужская, янская, светлая, быстрая. Энергия Земли, инская, как говорят китайцы, женская, внутренняя, кормящая, питающая, потенциальная энергия. Это материя, это функция, это форма, это движение. Когда равновесие между двумя энергиями, тогда хорошо. Если только одна энергия, тогда, как говорят китайцы, может быть очень приятно, но дети не рождаются. То есть, если вы хотите, чтобы что-то происходило такое, более водотворное, тогда желательно, чтобы было равновесие между телом и духом. Один дух, этого мало, одно тело тоже, а вот когда они вместе, помните древнеримскую пословицу, в здоровом теле здоровый дух, редкая удача. Она полностью так звучит. Помните? Почки, вы знаете, где почки у вас? Вот там, китайцы говорят, почки, это вообще главное хранилище, там врожденная энергия. Энергия прежнего неба, как они ее называют. У них много таких красивых, цветистых названий, метафорических, и это иногда просто приятно. Почки. Там, где ребра кончаются, если вы не вынимали их, ну, выживали. Я вчера считал, в Швеции есть какая-то модель, она уже шесть ребер себе упала, и добавила там губы. Вообще выглядят она своеобразно. Ну, она модель. Я не знаю, модель чего, действующая ли модель. Ну, в общем, так, почки. Вот смотрите, вы видите меня. Меня всего видеть необязательно, вы смотрите хотя бы просто почки. Движения сходящиеся и вниз. Руки идут вот так. Делайте это почаще. Руки улыбаются, естественно. Улыбаются ваши руки? Да. И почки улыбаются рукам. А вы себя ищите. Есть сила, да? Чувствуете? Так мало? Больше. Вот. Ну, вам тяжело, вы сидите рядышком. Вверх. Расстояние между ладонями, если уж вы эту энергию сейчас берете. Оно может быть полметра, допустим. И вот, движениями внутрь и вниз, вот так, сходящиеся круги, эти почки действительно хранилищем рожденной энергии, порежней небесной. Если мы их вот так вот аккуратненько, эту зону массируем, то мы ту энергию, которая нам дана в наследство, вот она лежит, капитал. Но вы знаете, что, по-русски это даже лучше звучит, что если деньги хранить в банке, вот вопрос, в стеклянной банке или в коммерческом банке? А вот если в стеклянной банке, то эти деньги там будут лежать. Можно их иногда доставать оттуда и куда-то тратить. Но они кончатся и все. Нам дан вот этот капитал. Мы начинаем его приумножать, правильно практикуя. Коммерческий банк может разориться, поэтому надо вкладывать в несколько банков. А то, что мы вкладываем в свое здоровье, это не разориться. Нас можно убить, но нас нельзя победить. Вот так мы говорим в данном случае. Вот это простейшее. А вы делаете? Очень-очень. А если жарко, уже это хорошо. Уже жарко, тогда уже хорошо. Хватит. Если вы чувствуете жар, где в какой части тела? Если вы чувствуете жар в какой-то части тела, слишком выраженный, сразу представьте себе, что вы берете свои руки, берете этими руками этот жар, на вдохе вдыхаете его в живот, а на выдохе через ноги в небо. Включайте свое воображение. В тигуне есть, как говорят, три сокровища. Правильно думать, правильно дышать, правильно двигаться. И если мы включаем свое творческое воображение, кто-то говорит фантазия. А фантазия это что значит? Фантазия это значит, этого нет, я это придумал. Нет. Мы включаем творческое воображение. Мы включаем внутреннюю связь мозга и тела. Вот представьте себе, слишком много. Высокое давление бывает у людей, да? Слышали? Наверное, вы знаете таких людей, у которых повышенная кровь. Наверное, вы знаете таких людей, у которых остеохондроз или спондилез, как сейчас говорят. Остеохондроза в Латвии больше нет в курсе, да? А в всем мире больше нет. Нет, есть спондилез, да. Болит точно так же. Просто называется по-другому. Представьте себе, что ваш мозг действительно управляет телом. Давление, много крови, жар, как говорят. Китайцы, огонь. Берите этот огонь, который в голове и в сердце. Вдохните его в живот. В свой живот, естественно. Выдохните через ноги или через одну ногу. Можно даже вот так. Сделайте так несколько раз. Какого цвета огонь? Но он обычно красный. Представьте себе этот яркий красный цвет. Любое неприятное чувство можно убрать при помощи вашего мозга. Больше не жарко? Нет. Хорошо. Отлично. Что еще необходимо сделать? Ну, еще хорошо, если у вас хорошее кровообращение в голове. Потому что, знаете, с возрастом говорят люди, что память ухудшается. Еще что-то такое происходит. Элементарно. Сидя, вот нарисуйте круги плечами. Своими плечами. Опять же. Я просто в последнее время очень много говорю по-английски. А там, вы же знаете, там нельзя сказать «закрой глаза». Надо сказать «close your eyes». То есть в прямом переводе «закрой свои глаза». Ну, мы уже смеемся, что это, дескать, перевод для американцев, чтобы было понятно, чьи глаза закрыты. А то вдруг они закроют чужие, и им приди ароматиск. Ну, это, конечно, шутка. Вот нарисуйте. В обратную сторону. Двигайтесь в этом. Видите? Вы видите, что делаю я? У меня же не только плечи движутся. У меня и лицо тоже. Посмотрите, вот. Тело единое. Нет границы. Голова, руки, ноги. Тело – это одна система цельная. Поднимая плечи, поднимайте губы. Даже если морщины появляются, то те, которые от улыбки, они красивые. В них можно влюбиться. Конечно, не отдельно в машины, а вместе, так сказать. Но некоторым нравится именно вот это. Если вам хорошо, вы говорите, у меня плохое настроение. У меня плохое настроение. Тогда не надо улыбаться. Просто поднимите уголки губ. Потому что этот массаж мозга все равно произойдет. Здесь рецепторы. Это движение улучшает работу. Мозг выделяет эндорфины, гормоны счастья. То есть человек чувствует себя лучше. Независимо от объективных условий. Если сейчас у вас проблема, которую надо решать, вы можете чувствовать себя плохо. Это ваш выбор, если хотите. Но лучше чувствовать себя хорошо. Потому что когда у нас эндорфины, вот она сила жизни. Вы же знаете, вы знаете это слово, да? Гормоны счастья недаром их называют. Мы чувствуем себя хорошо. Иногда расслабленно, иногда более приподнято. Но когда они есть, лучше работает сердце. Лучше работает пищеварение. Лучше работает иммунная система. Ей нужен этот кайф, грубо говоря. Вообще лучше все. Если вы решаете что-то, действуете, вам лучше, если есть это. Если, конечно, экстремальные условия, там да, там нужен адреналин, а не эндорфин. Но в принципе лучше вам чувствовать себя хорошо. Если вокруг плохо, если вы посмотрели телевизор, почитали газету, открыли интернет, это все плохо. Ну и что делать? Сделайте упражнение 10 улыбок. Я еще раз говорю, не надо улыбаться, если не хотите. А как хотите. А как хотите. А просто улыбаться это одно дело. А просто поднять. Грубо. Это другое. Но главное поднимайте. Чтобы вам было, вот здесь чувствуете, не получать. Некоторых не получают. Что делать? Помогайте, поднимайте. Почему мизинчиками? Это сложно. Но китайцы говорят там, в мизинчике находится, в меридиан сердца. Сердце, любовь, душа и так далее. Нет, и науку отливок. Вы знаете вообще, что есть три специальные мышцы, которые исключительно занимаются улыбкой. Круговая мышца рта, но она не только улыбку, она еще делает хобот. Ну это что? Это сосать. Питание. Питание. А это улыбки. Две еще маленькие мышцы только за улыбку и отвечать. Больше ни за что. Значит, улыбка это важно. Это есть у людей и у обезьян. Эти мышцы. Ну мы знаем, что вы родственники. И некоторые люди успешно превращаются в обезьян. Обезьян в человеке не видел ни разу, а вот наоборот это часто бывает. И вот смотрите, поднимается все. И при этом плечи крутятся. Сидя, сидя, некуда, некуда встать и некогда. Так, как ощущения? Лучше, правда? И вот дальше двигайтесь. Потому что люди часто, не имея силы, не имея энергии, идут и что-то делают. Например, важные переговоры, встреча, еще какое-то дело, что-то нужно. Ай, что-то сделал, какое-то там действие ритуальное, там, плюнул три раза через какое-нибудь плечо, положил в туфлю что-нибудь, пошел. Это все прекрасно. Это вы можете делать, если вам нравится. Но зарядитесь силой. Вот сделайте вот это. Вы улучшаете кровообращение, а значит, у вас больше кислорода, а значит, быстрее движется кровь, а в ней эритроциты, красные кровяные шарики. У каждого шарика заряд свой, электрический. И когда они движутся интенсивнее, они усиливают ваше магнитное поле, а значит, вашу ауру, вашу энергетику и защиту. Это элементарно. Сделайте это. Прежде чем что-то делать, куда-то идти, вот зарядитесь. Люди этого не делают, поэтому у них получается плохо. Представьте, что у вас над головой энергия, опять же, кто как хочет. Кто-то говорит, кидайте, говорят, энергия дао, творца. Он находится в центре вселенной и высылает энергию всем звездам, всем галактикам и так далее. Ученые, современные, говорят, что там был какой-то источник реликтового излучения, оно оттуда идет, и там именно произошел большой взрыв. Я не знаю, что там именно взорвалось, я так не могу у них выяснить это. Но дело не в этом. Вы можете представить себе просто солнце. Но вот здесь на голове есть такая макушка между ушей. Точка 100 встреч, по-читайски бойкой. Есть ли голова свободна от мыслей? А? Как? Видите? Ну, это высшая степень мастерства, это надо работать долго. А? Она не пустая, она свободная. Правильно. Нет. Понимаете, чтобы была энергия, нужно еще и правильно говорить. Мы, например, что говорим? Голова пустая. Голова свободная. Прекрасно. Ну, как у нас говорят, там, закрыли школу. Нет. Оптимизация. И сразу звучит по-другому. Поэтому называйте вещи по-другому. Вам не нравится мыть пол? Я знаю людей, которым не нравится мыть пол. Задайте себе два раза вопрос. Что мне это дает? Обманите свой мозг. Что мне это дает? Чистоту. А что дает чистота? Гармонию в доме, например. Я больше не мою порой. Я произвожу гармонию в доме. Три раза себе так скажете. Мозг начнет в это верить. Какая-то часть вот этот рассудок маленький. скажет. Да не, но ты же все равно можешь пол. Нет. Но это же выглядит как мытье пол. А это на самом деле гармония. Вы сразу представляете себе. Так вот представьте себе энергию неба, которая находится наверху. Полный космос. Если хотите энергия космоса, если хотите энергия вселенной, ее очень много, ее только надо взять. Причем берите бесплатно, без ограничений, сколько хотите. Некоторые люди, они придумали, что энергии так нельзя оттуда из космоса взять. Нужно вот разрешение на взятие энергии. там такой-то, а потом такой, а потом побольше. Не надо никаких разрешений. Берите и все. Скажите, я разрешу. Вот представьте себе, свет хотя бы солнышко просто наполняет ваш мозг, ваши глаза. Видите, где руки? Они вот так показывают. Мозг. Есть? Света много? Да? Глаза. Да? Рот. Язык. Язык полный света, полный небесной энергии. Если хотите божественной энергии, он же будет говорить только хорошие вещи, правда. По крайней мере, умные. Затылок, позвоночник. Это в Ютубе можно видеть и делать вместе с этим человечком. Наполняйтесь этим светом. Представьте, что этот свет действительно есть. Если кто-то говорит, но это же научно не доказано, я обычно говорю, наука пока не может объяснить, что такое мысли. Например, ее никто мыслей не видел. Мой друг, нейрохирург, оперирует мозг, мыслей там не видел. Ни у кого. Как только вы увидите мысли, объясните мне, что такое, я приду к вам в университет и спрошу. А пока давайте берите энергию неба. Энергия земли, вот эта кормящая, материальная, она такая больше похожа на молоко, на жидкость, березовый сут, допустим. Это же вот примерно символ энергии земли. Наполните себя и ею тоже. Все свои кости и внутренности, мышцы. Представьте, что ваши мышцы наполняются сейчас энергией. Немножко напрягите их на вдохе. Представьте, попробуйте, попробуйте, не бойтесь. Они сразу не будут вырастать, они будут, они будут в тонусе. А когда мышцы в тонусе, тогда лучше кровообращение, и у вас лучше настроение, вы способны действовать. А если вы хотите расслабиться и уснуть, просто, тогда все вниз. Вот они мысли. Представьте мысли, которые в голове в большом количестве. Вдыхаем в живот, опускаем в ноги, выдох. Если там есть плохие мысли, что с ними делать? Иногда бывают плохие мысли. Страхи, обиды, всякие там старые любови или прочий мусор, который мешает нам жить и быть счастливым. Я знаю, приходят люди там жалуются. Вот на это, вот что мне делать? Вчера был такой случай, как раз все время, я мысленно с ним разговариваю. Зачем разговаривать с ним мысленно? Вот представь его здесь. Вдох. И дальше, аккуратненько через ноги все. Один из приемов. Иногда помогает сразу. Один мой пациент даже сказал, о, плохие мысли. Он такой экспансивный, цемпераментный человек из южно-европейских стран. О, я знаю, что делать. То есть, то, что вы делаете наедине с собой, вы можете делать все, что вы. Все разрешается, лишь бы вам это было лучше. Лишь бы лучше было вам, вашим близким, друзьям, знакомым, коллегам и всему народу в целом. Вот это проверка. Если я это делаю, мне хорошо, отлично. Но бывает, мне хорошо, всем остальным от этого плохо. И человек говорит, нет, я вот иду правильным путем. Знаете, бывает, иногда в семье кто-то начинает круто поститься. Или становится очень выраженным веганом или йогом, или кем-то. Неофиты, они такие, люди очень упорные. И тогда всем остальным нельзя ничего делать. Я ем траву, все должны есть траву. Не надо всем есть траву. Или там, вот я молюсь 45 минут каждый день, утром и 90 минут вечером, тогда все должны это делать. Не надо. Если вам хорошо, то первый критерий того, что это действительно на пользу, это легкость, это спокойствие. Очень напряженный, суровый человек, выглядящий несчастным, значит, с ним что-то не то. Он делает, выполняет или как сегодня уже упомянутые индусы, сказали бы, что-то против своей кармы он делает. Ему это не положено. Должно быть легко. Должно быть, по крайней мере, радостно. И вам, и остальным. Потому что мы излучаем энергию. Защитная энергия вейти, называют ее китайцы. Мы говорим аура или как-то там еще по-другому. Но мы излучаем непрерывно. Это действительно, вот это научно уже исследовано и доказано, что идут те электромагнитные волны от нас. Свет, правда, мало в темноте, нас не видно, поэтому мы должны носить отражатели, согласно закону, да, в темных местах. Но действительно, фотоны, немножко света от нас идет. И вот эта энергия в целом, которую мы излучаем, она несет информацию о нас. Не подробную, но на уровне настроения. Хорошо, плохо. Если у вас внутри кошки скребут, то никакая косметика вам не поможет. Это будет видно. И это, по крайней мере, будет чувствоваться. Красота идет изнутри, но вы же знаете. В латышских как? Как вы эти кошки водка? Кошек выдвинули. А может, их надо не вынуть, а накормить? А может, они голодные? Их надо полоскать. Хорошая киска. Может быть, кто-то пускай другу это сделал. А если уж, если уж это такая противная, значит, ее надо как-то что с кошкой в дужке? Но, выкинуть мало. Люди говорят, фу, я избавился от греха или от вредной привычки. Это мало. В Китае есть такой принцип называется туна. Туна. Туна это набирать и выплевывать. То есть, мало выплевывать, плохое. Выбрать выгнать кошку. Нужно это место заполнить, потому что пустота, сами знаете, быстро заполняется чем? тем, что плавает по поверхности. А что плавает? Пустота. А золото, оно на дне, там нереть надо. И вот оно плавает. Поэтому, когда мы берем эту небесную энергию, желательно представить что-нибудь хорошее, высшую силу, которая... Кошку, да, кошку, давайте мы ее оттолкнуть. Оттолкнуть. И не наполняемся чем-то хорошим. Люди говорят, карма, мне в прошлой жизни не было чем-то, и теперь я страдаю. Вы знаете, если вы изменяетесь сейчас, то это так называемая карма, она была предназначена для другого человека, на вас она больше не действует. Да? Вы приобрели этот опыт, все, я кошку. А может, это хорошая кошка. Прежде чем выхидывать, поговорите, может быть, можно. Это как с людьми, иногда можно договориться. Вот такая энергия, ее много. Если вам, конечно, удастся мою книгу почитать, тогда совсем хорошо. А если не удастся, то не страшно, жили же без нее до сих пор. С неба, с земли. А можно просто представить воздух, который полон какой-то красивой силы. Если вам больше по душе визуальная система, то представьте, что воздух полон какого-то света, каких-то маленьких драгоценностей или чего-то еще. И вот вы вдыхаете это все в легкие, а на выдохе представьте, что эта энергия расходится по всему телу. В кончике пальцев рук, в кончике пальцев ног, в кончике ушей, в кончике носа, во все части тела. Вот просто представьте. Наполните себя этим изнутри. Это очень легко. Энергия неба, энергия земли, энергия природы, они все действуют. Руки улыбаются, массируйте. Любое больное место можно, вот сустав, допустим, улыбающимися руками согреть, но улыбающимися, и он пусть тоже улыбается. Через некоторое время чувствуете тепло, боль уйдет. Но, если вы хотите внутри, допустим, что-то есть такое, не очень приятное, вы накладываете улыбающиеся руки, и эта энергия, идущая из вас, она это действительно исцеляет. Но, не надо улыбаться болезни, и ни в коем случае не говорите «моя болезнь». Это значит, вы ее берете в собственность. Приходит ко мне человек и говорит, «Вы можете помочь моей…» «А, вчера…» «Вы можете помочь моему диабету». И ни в коем случае, пусть он сам справляется, или я не буду с ним работать. Почему это ваше? Как только человек говорит «моё», внутри сразу подсознание говорит «моё не дам». «Моя болезнь». Некоторые используют болезнь как средство манипуляции близкого. Это другое. Это инструмент, без него нельзя жить. Это как профессия. Но мы же с вами хотим жить лучше. Это вообще непонятно. И сразу что-нибудь хорошее. Выбросили плохое мысль или что? Загрузили хорошее. Небо к вашим услугам. Вселенная. Земля, пожалуйста. Энергия природы сколько хотите. Легкий массаж почек, живота и рук это уже хороший приток энергии. Хотя бы вот это поделайте. Но регулярно. Найдите минуту. Минута имеет значение. Не обязательно тренироваться час. Минуту. Помассируйте вот руки. Минуту. Вы почувствуете тепло. И это будет хорошо. Ищите, исследуйте, действуйте. Энергия в вас есть. В это надо верить. Потому что сначала вы не можете проверить. Вы должны просто верить. А потом вы проверите. И вы поймете. О, это действует. А почему мы раньше этого не делали? Какая разница, почему мы раньше этого не делали? Мы делаем это сейчас. Вот и все. Какие-то проблемы из прошлого они больше уже могут быть неактуальны. Вам кто-то будет напоминать. А помнишь, вот это все потому, что ты в пятилетнем возрасте, тебя там бабушка застукала, как ты там занимался чем-то непонятно. Это уже не важно. Того человека больше нет. Человека из прошлого больше нет. Есть человек, который сейчас. И этот человек пусть получит много энергии. Здесь и сердце солнышка. Это тоже в моих книгах написано подробно. Сердце солнышка, творец при создании положил туда частичку себя, в сердце. Представьте, что здесь действительно частичка той же энергии, которая когда-то создала Вселенную, только маленькая. Она здесь, она улыбается. Солнышко улыбается. Можете представить? У каждого человека есть солнышко. Разговаривая с человеком, представьте, что ваше солнышко улыбается ему солнышко. И как будет самочувствие при этом? Переговоры пойдут лучше. Любые разговоры. На расстоянии, представьте человека, мысленно, но не надо посылать энергии, так тяжело, а просто улыбнется. Ваше солнышко улыбается тому человеку, который далеко-далеко от вас сейчас. Пускай. Мы даже практикуем в наших группах. Иногда, завтра что-то важное, серьезное, и один из участников группы всем пишет или звонит, говорит так, завтра в три у меня важное дело. Пошлите в солнышко, пожалуйста, и знаете действие. Попробуйте. Вот кто-то один в группе, в классе, в аудитории, но мы сейчас здесь не будем пробовать, мы не очень хорошо знакомы. А вообще мы так вот делаем. Вот один вышел, и все остальные ему это солнышко. Иногда аж с ног сбивает. И это очень хорошо. Значит, это действие. У вас есть солнышко, у вас есть небо, энергия природы, энергия земли. У вас есть почки и живот, и у вас есть центры ладоней, которые тоже улыбаются. Подержите в улыбающихся руках воду, или продукт, или пищу, и потом употребляйте. Это будет не просто еда или вода, это будет божественное питание. Амброзия, нектар, пища богов. Это все есть. Надо практиковать. И это все очень просто. Для этого не нужно никакого разрешения, лицензии, как-то там, ординации, инициации или чего-то там еще. Это надо просто взять и сделать. И тогда будет хорошо. А если не делать, то будет так же, как обычно. Естественный отбор. Ну что же делать? Лучше, чтобы... Дело не в том, чтобы прожить 180 лет, как говорят практики цигула. Если правильно практиковать, проживаю 180 лет. Можно и меньше, но качественно, чтобы было больше удовольствия. Вкратце так. А? Да? Вкратце все. Если есть вопросы, пожалуйста. Если, опять же, как говорил предыдущий оратор и так далее, я тоже есть в фейсбуке, кто-то, кого-то там сейчас нет. Там меня можно найти. Зовут? А? Где у вас окошки, может быть? Где у вас книга? Книги, значит, дело вон чем. Это издал Звайксена. Сила жизни, это книга по цигула. Она есть во всех больших книжных магазинах, наверное, даже здесь. И в Звайксена, и в Яне Розес, Валтерс Унрапа и так далее. А вот первую издавала Москва, и поэтому ее можно у нас купить только в Янусе и в Рерихе-грамотнице. В Рерихе точно можно. Янусе не знаю, они иногда привозят там две штуки только. Вот. Ну, можно в Азоне купить и вот эту вот. Она там вообще стоит каких-то полтора евро, что ли. Есть кому интересно, одна книга вышла на литовском языке. Это сила... Может, у вас есть знакомые в Литве? Скажите им, пусть читают. Это книга «Сила мысли», где описаны все методы работы с внутренним спокойствием и так далее. Как достичь спокойствия и наслаждаться активной... Это сила мысли, да. На латышском она называется «Мира астропады». А сила жизни это цигурка. Причем есть приложение видео в Ютубе, там есть все упражнения, как правильно заниматься. Чтобы чувствовать себя лучше, как укрепить спину, те же почки, голову, уравновесить давление, улучшить сон, просто жить хорошо. Так, о, к нам приехала коляска. Да. Какие еще вопросы? Если есть вопросы, пишите, в Фейсбуке меня можно найти. Сайт у меня тоже есть. Очень просто называется. Как по-русски и порвожено. Три буквы. Ну, на другие. ИКС. Икс. Только три буквы. ИКС. Игоря Худрявцева с кола. Ну, это такое сокращение. ИКС. ИКС. Напишите, Игорь Худрявцев в гугле, найдется. Все? Пусть у вас... пусть у нас и всего предприятия. Во technically, окей, в Юрмале. Летом. Летом, трудно летом. У нас три группы в Юрмале летом, начиная мы в июне и заканчиваем сентября. Настрой, я и мои ученики-инструкторы. Я веду обычные занятия в менеджерах. Но это всегда информация есть. Сейчас в Юрмале только одна группа, которая занимается посмотом. Но это следите за информацией. На Фейсбуке, да? На Фейсбуке. На Фейсбуке информация, на моем сайте тоже. x.lv Ну, Юрмала обычно на своем сайте тоже вывешивают. Они просто это поддерживают. Счастливо. Очень спасибо, Юрия Кудряхцева. Если кому-то показалось мало, сейчас будет лекция на латышком языке в соседнем лонже. Так что выбирайте, потому что через 15 минут будет лекция у моды Жанны Духс.